Помолимся. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 1 февраля 2019 год. Тема сегодняшних занятий. Я не могу отстать от своих злых путей и дурных мыслей. От злых дел отстать намного проще, чем от злых мыслей. Начнем с первого. Желаешь ли действительно отгрестись от этой заразы? Пьянство, наркотики, табак и прочая пакость. Не думаешь ли, что если не будешь колоться, пить, то умрешь или тебе хуже будет? Когда человека арестуют, то ничего из этого уже не получает и живет. Даже еще и здоровье поправляется. А уж если кто заболеет даже именно от этой пагубной страсти, то ему даже и радости нет от курева и пьянства на ум не идет. Значит, можно и даже нужно. И при том, не когда-то, а вот сейчас, не сходя с этого места. Давай помолимся об этом. И будем потом еще не раз взывать о помощи к Господу. Послание филиппийцам 4.13. Борис Семенович, микрофон у вас не выключен. «Все значит и то, что делает меня рабом привычки». Евангелие Таана, 8 глава 34-36 стихи. Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Разберите, чем отличается раб от свободного. Не жалейте на это время. Спокойно припомните книги, кинокартины. Сегодня человек в лагере отбывает это советский раб. Так и привычка к табаку или еще какая делает человека полностью безвольным. А такие люди и на должностях бывают, и вроде бы богаты они и довольны. Но приходит время, он дрожит, дай закурить. Вот это и есть самое неприкрытое рабство греху. Послание к римлянам, 6 глава 16-18 стихи. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Проси, сколько лет он служит в этом рабстве, и что ему дьявол дал за это, какие преимущества. Даже воздуха чистого, даже разума чистого, даже и жизни чистой не дает, а так и тащит, как собаку на цепи на свое пойло. Послание к римлянам, 6 глава 20-22 стихи. «Но когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная». Если же это матерщинник, блудник, то тут посложнее. Но нужно подробно показать, с чего грех начался. И думал ли он, что так затянет? Начинал играючи ради того, чтобы тебя посчитали взрослым. Шутя все начинается, но и со всей серьезностью не можешь теперь вылезти из этой ямы долговой. Дьявол требует свое с прибытком. Сеешь каждый день в себя, в слизистую оболочку рта, кишечника, такую мерзость, что и сказать неудобно. Болезни сами ли пришли, или ты их призвал в день и ночь дымом и воскурением, и давай им знать, что двери тут открыты всегда, и тут хищникам пожила круглосуточно. Галатам 6 глава 7-8 стихи «Не обманывайтесь!» Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. По прочитанному вопросы, может быть, какие есть, примеры из жизни, дополнения мысли, желающие высказаться, пожалуйста. Игнать Тихонич, желаете? Пожалуйста. Не желаете? Моё желание ты уже прочитал. Теперь высказывай, что тут другие. Другие молчат. Я тоже ничего добавить не могу. Идём тогда следующую тему будем разбирать. Значит, следующая тема. «Если я стану христианином, то придётся терпеть гонения». Вот как с такими людьми беседовать? Боязливый, видимо, человек и не хочет следовать за Христом. Евангелие от Марка, 8 глава, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её». Так, секундочку. Так, мне надо Владимира Панченко добавить. Микрофон только выключите, пожалуйста. Владимир Панченко, микрофон выключите. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережёт её. Если верим в слова Христа, то и надо соглашаться с этим. Теперь, если бы повернуть назад, то что было с казнёнными до Христа? «То где бы они были, если бы не такой тяжкий крест выпал на их долю? Но умереть-то они же всё равно бы умерли. А теперь во веки веков наслаждаются за свои страдания за любимого Иисуса. Пусть даже неверующие родные нас и позорят». Так, сейчас, секундочку. «Открышки» Это та версия была получше, обновил их. Так, теперь если бы повернуть назад, то что было бы с казненными за Христа, то где бы они были, если бы не такой тяжкий крест выпал на их долю? Но умереть-то они же все равно бы умерли. А теперь во веки веков наслаждаются за свои страдания, за любимого Иисуса. Пусть даже неверующие родные нас и позорят. Что из того? Книга Михея 7,6. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. И об этом никогда не следует забывать. Если ты решился идти за светом и за правдой, то чего же еще больше того, что обещал Господь? Он дал обещание. Он дал обещание, что будут гнать. И это исполняется. Значит, мир нас за своих не признает. Значит, мы от него уже отличаемся. Значит, мы уже отошли от мира. Евангелие Таана, 15-20. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. 1 Петра, 2-21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Нужно более зримо представлять, что вот ты идешь, а впереди тебя не просто прохожий, но сам Господь наш Иисус Христос. И видны его следы кровавые. Они на Голгофу через все позорища и в славу Отца Небесного. За ним ты идешь, значит, твои следы будут такие же. То же ты и будешь испытывать. Евреям, 12-я глава, со 2 по 14 стихи. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел обесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. При том, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 2 Тимофея 2.12 Если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас. Каждый стих Библии подробно разбирайте по одному слову, применяя к себе, к тому, с кем разговариваете. 2 Тимофея 3.12 Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Даже странно как-то, что вот если бы ты хулиганил, или не вырабатывал свой план на работе, или нарушал общественный порядок, а то за доброту, за благочестивый образ жизни и будут гнать. Почему? Потому что ты для них являешься обречением. Премудрость Соломона 2 глава с 12 по 22 стихи. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. «Объявляет себя имеющим познания Бога, называя себя Сыном Господа. Он пред нами обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на Него, ибо жизнь Его не похожа на жизнь других, и отличны пути Его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, облажает кончину праведных и тщеславно называет Отцом Своим Бога. «Увидим, истинны ли слова Его, и испытаем, какой будет исход Его. Ибо если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит Его и избавит Его от руки врагов. Испытаем Его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение Его и видеть незлобе Его. Отсудим Его на бесчестную смерть, ибо по словам Его о Нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божьих, не ожидали воздаяния за святость, и не считали достойными награды душ непорочных». Евангелие от Матфея, 5 глава, 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Разве это одно к одному гонение временное или такое краткое, а награда вечная и нескончаемая?» Евангелие от Луки, 6, 23. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Гонение – единственный путь к славе. Так учили и апостолы. «Нам можно и жития святых почитать, и видеть, какие пред нами прошли герои-подвижники». Книга Деяний, 14, 22. «Утверждая душу учеников, увещевая, пребывать в вере и получая, что многими скорбями належит нам войти в Царствие Божие». Деяний, 5, 41. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа и Иисуса удостоились принять бесчестие. Чего уж дрожать за эту жалкую жизнёшку, когда всё равно все уже мы приговорены к смерти. Сколько человек по тюрьмам страдает сегодня, по туберкулёзным камерам догнивают, и впереди у них нет ничего. А сколько террористов, смертников на нашей памяти уже погибло. И сколько в разных катастрофах, в авариях. Но мы добровольно идём на ухудшение обстановки своей жизни, чтобы быть со Христом». 1 Петра, 2, 20. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая доброс и страдая, терпите, это угодно Богу». Пожалуйста, вопросы. Смотрите продолжение в следующей части. так по прочитанному вопросы есть у меня просьба считали сейчас враги ваши домашние ваши просьба у меня помолиться об одном человеке зовут ее Наталья может быть вы знаете семью Дробот, Настю, которая умерла от рака так вот на детей ее можно сказать гонение со стороны этой Натальи, тетки злоба неимоверная отвращает и запрещает им приходить в храм прям лютует страшно зовут ее Наталья это она по Андрееву отца их сестра, так я понимаю дети не знают они дети как там хотят от нее вообще отречься и вот у меня такая просьба молиться вроде и родная тетка вот такое вот лютует против общины нашей так, ну продолжим тогда раз ничего нет шестая тема я не могу довести дело до конца я так боюсь неудачи вот еще одна категория людей которая встречается в нашей жизни и как вот с ними беседовать первое послание Петра пятая глава седьмой и десятой стихи все заботы ваши возложите на него ибо он печется о вас бог же всякой благодати призвавший нас в вечную славу своего Христе Иисусе сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас да утвердит да укрепит да соделает непоколебимыми Евангелие Атеана 10 глава 28-29 стихи я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек и никто не похитит их из руки моей отец мой который дал мне их больше всех и никто не может похитить их из руки отца моего второе послание Тимофея 1.12 по сей причине я и страдаю так но не стыжусь ибо я знаю в кого уверовал и уверен что он силен сохранить залог мой на он и день если человек надеется сам на свои силы и как принято в восточных религиях они сами себя убеждают что они сильны и могут все им дана власть и в природе и в духовном мире но мы говорим что мы сильны только с Господом нашим Христом без него мы даже не ничто а просто нуль пустота и меньше того Пророк Исайя 41 глава с 10 по 13 стихи не бойся ибо я с тобою не смущайся ибо я Бог твой я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою будешь искать их и не найдешь их враждующих против тебя борющиеся с тобою будут как ничто совершенно ничто ибо я Господь Бог твой держу тебя за правую руку твою говорю тебе не бойся я помогаю тебе Слание Иуды 1.24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости 2 Паралипоменон 32.7.8 Будьте тверды и мужественны не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и всего множества которое с ним потому что с нами более нежели с ним с ними мышца плотская а с нами Господь Бог наш чтобы помогать нам и сражаться на браниях наших и подкрепился народ словами языки царя Иудейского Римлянам 14.4 стих Кто ты осуждающий чужого раба перед своим Господом стоит он или падает и будет восставлен ибо силен Бог восставить его 2 Фессалоникийцам 3.3 но верен Господь Который утвердит вас и сохранит от лукавого вопросы Игнат Тихонович есть? что? ответы вопросов нет может ответы на незаданные вопросы есть две темы прошли вот это все составлено тогда когда интернета еще не было это я писал лет 45 назад тому готовы с кем-то беседовать и это надо проверять на себе вот когда прежде чем пойти куда-то стрелять учат на особом стрельбище на полигоне любой спортсмен если он с кем-то борется он где-то тренируется это не просто взяли и прочитали каждое место писания это доказательство жизненности вы как-то соберитесь два человека допустим один именно вот такой как там указано боится потерпеть неудачу любой стих бери и по любому стиху разворачивай картину это надо чтобы работали а так ну прочитали да вы теперь узнали что есть оказывается такие люди Игнат Тихонович я прошу прощения у вас очень близко микрофон и плохо слышно из-за этого а так слышно он у вас дальше от рта не отодвигается нет так уж слишком далеко вы наушники оденьте микрофон надо сантиметров на 10 от рта вот так он не может быть он пригнут и так а он не гнется да когда он слишком близко к губам прям стуки такие я не знаю говори когда на какой 10 вот так нормально да давайте еще давай надо проникнуть все этим если ты думаешь людям нести благую весть ты должен ну воображай стакан поставь какой-то воображай что это человек и прочитай одно местописание обязательно его надо выписывать точно указать место и постараться запомнить если не помнишь хотя бы на бумажке у тебя было и когда беседуешь у тебя уже заготовка будет как отвечать ему не бойся я с тобою понимаете как это ободряет человека не бойся а чего я бояться буду а уже было забоялся а теперь утешение дошло утешение найти в словах божьих в этом вся сила вот заметьте сатана искушает Христа три искушения в которые входят все искушения мира об этом подробно у Достоевского в братьях Карамазовых объяснено это желание славы кто накормит ну и все эти и вот на каждый вопрос на каждое обольщение Христос отвечает местами Писания люди конечно не понимают многие это как не всяким словом так это но исходящим из уз божьих хлеб ни одним хлебом человек жив будет я видел в трамвае там какая-то реклама колбаса нарезанная не хлебом едином жив человек но дальше не говоря там запятая стоит но всяким словом исходящим из уз божьих а его-то слова-то нигде нету и поэтому поражение надо работать над этими стихами чтобы вот эти стихи написать это надо было искать пробовать в разных местах каким стихом больше всего человек заинтересуется а на этот стих теперь подыскивает примеры снова возвращается пока человек скажет я доверился этому теперь я верю в это что Бог меня защитит а так-то мы на скоростях талюром прогнали ничего не останется ну теперь у вас материал в руках есть хорошие записи тут делаются у нас надо просто оценить это если ты думаешь чтобы души пришли ко Христу не безразличен ну ищи другие уроки вот это разбить на сколько категории людей кому как подойти я не знаю где в литературе есть это или нет я-то тоже многое брал из книг и на опыте проверял я говорю молитву читаешь церковное царю небесный утешитель она коротенькая царю небесный утешитель души истины и живи с десы и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю приди и вселись овны то есть у нас и очисти нас от всякой скверны святых как благ и человеколюбист добавляется ну что можно это сказать а если ты этим будешь заниматься ты увидишь как много там сказано я вот по полчаса говорил проповеди на эту молитву разъяснил шестьдесят проповедей шестьдесят и все они разные каждое слово по истории по местам писания приятно вспомнить теперь священники спрашивают а где оно сохранилось или нет понятно что это большой труд но мы себя обрекли на это вот больной человек как его вылечить а все согласились ничего нельзя сделать а филатов сказал нет можно сделать вот глазник ногу поломали зарядили теперь короче а Елизаров он сказал нет можно ногу вытянуть она будет даже ровно стоить которая которая неповрежденная и прославился из кургана доктор Елизаров и так в каждом деле возьмите Можайский когда он изучал крыло подъемная сила за счет чего скольких птичьих крыл он порезал и наконец-то узнал что означает выпуклое какое расстояние замерил какие килограммы давят снизу за счет всего самолет-то держится за счет выпуклости всего корпуса и крыла больше не за счет чего если одинаково сделать как плоская как доска самолет не поднимется если кто не знает я объясняю что если нарисовать крыло и струя воздуха попадает когда самолет летит и струя к верху и к низу идет верхняя она более наклонная горбатая а нижняя она плоская но частички которые попали на начало крыла они должны соединиться вместе а чтобы вместе соединиться значит верхнее расстояние больше раз оно круглое должно лететь быстрее а раз быстрее значит создается вакуум а на вакуум снизу давит чтобы сравнять вот подъемная сила 700 кажется 50 килограмм на квадратный метр подъемную силу крыла уже выставили вот видишь как работают люди я к тому говорю что вот эти готовые места их надо исследовать к этому возвращаться мы берем только контур структуру и тогда будут результаты вот скажете а такие люди которые так говорили в моей жизни все это встречалось почему потому что беседуешь а человек вот такой вот я встречаюсь где-то иду здоровы были поздоровались он здоровается я вижу как он расхлябанный или собранный я не знаю кто я ни разу не спросил человека какой относится церковь или к ереси начинаем дальше беседовать а он что-то говорит я вижу не православный но кто видно дальше еще немного поговорили сектант но кто бывает новое если ты их не знаешь ты уже не определишь приходится спрашивать то есть везде абсолютно надо доверяться Богу а что дальше сказать а если он вот так скажет как шахматная игра если вот так вперед минимум на три хода надо просчитывать да как а зачем когда поведут Дух Святой положит что сказать когда поведут тебя еще не ведут я вот на суде был и я видел какие обвинения я на каждый вопрос 32 свидетеля у меня было какие вопросы поставлены отдельной тетради сидел и писал и когда выходил тот свидетель который там какой вопрос у меня он готов я открываю тетрадь страница такая студенты юридического института присутствовали людей-то надо было им там набрать против-то они вышли а наши слышали они говорят от этого старика им не осудить не осудить то есть осудить можно там убить но по закону государственному советскому они ничего не могли сделать это так в любом деле враги лютуют но нам обещана награда награда им такая роль выпала помолись за них они несчастные люди им выпал такой жребий быть врагами врагами истины и поэтому моя молитва может как-то содействовать чтобы они не погибли главное это все пройдет а там вечность и от моего отношения к их гонениям зависит их будущность им выпал такой билет быть иудами предателями я должен оценить это они ради меня жертвуют собой сами того не зная ради меня они погибают чтобы я прославлен был у Бога за эти гонения за эти клеветы которые они придумывают вот так надо понимать отошел вопрос кто-то осознающий чужой раба и там слова и будет восставлен это как стопроцентная гарантия согрешающим как понимать гарантии ни в чем нету потому что воля Божия нам неизвестна но будет восставлен перед Богом что неизримо неизримо то есть Бог его простил все готов его взять на небо там считали сегодня из премудрости Соломона они его гнали испытаем его оскорблениями как он будет вести себя посмотрим на его смирение дальше не было тут написано а дальше там написано и не знали они что это все от Бога и Бог восхитил его и на суде Божьем они вдруг увидят его спасен как этот человек спасся а мы не во что ставили его жизнь и так мы проиграли все мы погибли прямо написано как дальше это будет утешительные слова хотя книга не каноническая премудрость Соломона так и здесь в любой ситуации они нападают они клевещут на тебя напали отняли детей отняли имущество послали в плен это все кончится этому придет конец будут выбрасывать нас из жилищ тут придут какие-то враги к примеру сказать мы замерзать будем ты посмотри с любовью на свою постельку на которой ты ложишься и как тепло не будет этого ничего на морозец прятаться негде никто не примет если он примет его расстреляют это было это все уже было и что трупы и трупы и трупы лежат люди косяки грызли поэтому приготовься к великим страшным невыносимым страданиям и прими их как дар божий и бог восставит тебя то есть ты даже засмеял засмеялся или задрожал он восставит тебя ты встанешь как гора я их сделаю бурным ветром а тебя сделаю скалою и они разобьются о тебя пророк Иеремия Иеремия бог так сказал вот так благодарю продолжаем следующая категория людей которые утверждают что якобы мое занятие не позволит мне быть христианином иначе мне придется бросить свое занятие Евангелие от Матфея 16 глава 26 стих какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою если эта работа ведет к нарушению Слова Божия если она уводит тебя от святости от Христа сию же минуту брось ее стоит ли это того чтобы держаться за такую мелочь как работа и потерять наиценнейшее расположение Христа к себе Евангелие от Матфея 6 глава 2 34 стих потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш небесный знает что вы имеете нужду во всем этом ищите же прежде Царство Божие и правды его и это все приложится вам итак не заботьтесь о завтрашнем дне ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы Евангелие от Матфея 16 глава 24 по 27 стихи тогда Иисус сказал ученикам своим если кто хочет идти за Мною отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною ибо кто хочет душу свою сберечь тот потеряет ее а кто потеряет душу свою ради меня тот обретет ее какая польза человеку если он приобретет весь мир о душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою ибо приедет сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими и тогда воздаст каждому по делам его Иван Гелиат Луки 12 глава 16 по 21 стихи из 34 тут опечатка какая-то так и сказал им притчу одного богатого человека был хороший урожай в поле и он рассуждал сам собою что мне делать некуда мне собирать плодов моих и сказал вот что сделаю сломаю житницы мои построю больше соберу туда весь хлеб мой все добро мою и скажу душе моей душа много добра лежит у тебя на многие годы покойся ешь пей веселись но бог сказал ему безумный всю ночь душу твою возьмут у тебя кому же достанется то что ты заготовил так бывает с тем кто собирает сокровища для себя а не в бога богатеет посмотрите на воронов они не сеют не жнут нет у них ни хранилищ ни житниц и бог питает их сколько же вы лучше птиц да и кто из вас заботясь может прибавить себе роста хотя на один локоть и так если и малейшего сделать не можете что заботитесь о прочем евангелие от луки 16 глава 24 по 26 стихи и возапив сказал отче Аврааме умилосердность надо мной и пошли лазаря чтобы мочил конец перста своего воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени всем Авраам сказал чада вспомни что ты получил уже доброе твое в жизни твоей а лазарь злое ныне же он здесь утешается а ты страдаешь и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть так что хотящие перейти отсюда к вам не могут так же и оттуда к нам не переходят вопросы хочется вот на это место сделать подчеркнуть выделить его и оттуда к нам не переходят вот и в православии очень много таких вот поверить что если давать милостыню за человека записочки то и перетянут грешника из ада в рай запомните что вот эти слова и оттуда к нам не переходят и не могут между нами великая пропасть непроходимая так что человек если умер во грехах то не нужно обольщать себя тем и самим обольщаться что вот за меня буду грешить а за меня кто-то помолится и мама моя меня вымолит не будет этого хотя молиться нам не запрещено но при этом нужно думать конечно за кого и как облегчи его участь господи а не так что вытащи его из ада и в рай переведи не надо богу указывать он сам решит но по человеколюбию конечно хочется чтобы все спаслись но за гробом нет покаяния в этом тоже мир роман говорите по человеколюбию но это если с точки зрения бога это получается то наше человеколюбие это не человеколюбие потому что он то по-другому рассуждает что не переходит значит это наше то что мы думаем человеколюбие это не человеколюбие на самом деле это какое-то человеколюбие это когда ты сомневаешься в участи сомневаешься понимаешь злодей он или праведник он или грешник потому что бог говорит не судите прежде времени никак никак а мы его уже в ад осудили и вот не молимся а потом а там глядишь а он сердце у него раскаянное было или наоборот там праведный святой такое темные дела никто про них не знал он злодей злодеев только по наружности праведным казался вот а человеколюбие это когда ты хочешь господи я хочу чтобы все спаслись это же человеколюбие но это невозможно невозможно потому что мало спасаемых написано мало остаток евреев спасется даже иудеи которые христа распяли то среди них маленький остаток спасется дьявол есть лжец и человека убийца а бог человека любит истинно а мы сыны божьи мы должны людей любить а грех ненавидеть вот так а как он же грех без грешника отдельно не может быть ну да не может поэтому грешников должны любя любя не проклиная любя его наставлять на путь истинный а если он уперся в своем ну нет на тебе греха ты останавливал вразумлял господь с тебя не спросит но если ты знал что он грешит и молчал господь говорит я защищусь тебя его кровь ты мог его остановить но не останавливал тебе было на него наплевать ты не был человеколюбец в этом отношении а молитва за грешника это и есть человеколюбие ты молишь за грешника господи направь его на путь истины пошли ему проповедника такого которого раз он меня не слушает ну не авторитет я видно грехов у меня много тоже что он говорит а ты сам-то на себя смотри кого ты меня учишь такое может быть поэтому апостол Павел говорит проповедуя другим как бы самому не оказаться недостойным да вот еще Роман Фроликов то есть получается при втором предшествии все-таки возможно уже ну как бы суд окончательный он может быть другим не таким как первоначальный или все он просто подтверждает первоначальное осуждение подтверждает первоначально за гробом нет покаяния а раз нет покаяния нет прощения прощения только тогда когда покаяние даже здесь на земле Господь уходя сказал кому простите тому простятся на ком оставите на том останутся раз грехи останутся ничто не чистое не войдет царство божие только святой безгрешный человек туда войдет а что значит безгрешный который покаялся в своих грехах который он грешник но он раскаянный грешник он больше их не делает все он их не делает ему грех противен вот а которые говорят так что вот я грешный супер грешный поэтому один бог свят поэтому ну что я буду грешить все равно все грешат и все равно бог простит нет это лукавство человек хочет жить во грехе в этой грязи он не хочет исправляться не хочет вот и поэтому когда он умирает во грехах то есть в нераскаянных грехах в пьянстве в блуде там в наркоте там я не знаю в прелюбодеянии в воровстве надеясь на то что бог его простит это ложное учение не простит или надеясь на то что его родственники вымолят или там монахи которые за весь мир молятся вот вам монахи деньги вы молитесь за меня я буду воровать грабить народ нет это не христианство это это обман лютый обман и бешеный бешеные попы этим обманом пользуются ты главное денег нам на храм дай мы тут будем зарабатывать ну и будем за тебя молиться а ты дальше продолжай народ грабить по трупам по костям иди к своей карьере нет идем дальше или ром еще что-то хочешь возразить вот еще такая категория людей они говорят боясь идти за Христом бояться стать христианином они так рассуждают слишком от многого мне придется отказаться вот что им такого сказать по этому поводу Евангелие от Матфея 16 глава 26 стих какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою то есть и к той категории этот стих подходит и к этой Филиппийцам 3 глава с 7 по 8 стихи но что для меня было преимуществом то ради Христа я почел счетою да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего для него я от всего отказался и все почитаю за ссор чтобы приобрести Христа Псалом 15 глава 11 стих ты укажешь мне путь жизни полнота радости при лицем твоим блаженства в деснице твоей вовек Псалом 83 11 Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи желаю лучше быть у порогов в доме Божием нежели жить в шатрах нечестия как велика любовь Божия к вам по вашему мнению Евангелие Атеана 3 16 Ибо так возлюбил Бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную как тщетно то что мы пытаемся удержать при себе 1 Иоанна 2 17 и мир проходит и похоть его а исполняющий волю Божию пребывает вовек вопросы по этой теме кого есть пожалуйста а слишком многого мне придется отказаться отказаться то чего от от греха нужно лишь всего лишь отказаться греха все это счета и что с собой туда не возьмешь ни богатства ни золото ни славу так ну давайте следующая тема я боюсь своих безбожных товарищей я боюсь потерять своих друзей такие два варианта от товарищей так зовите их с собой ко Христу лоту ангел указал путь куда уже его товарищи насмешники не могли прийти никогда книга бытие 19 17 когда же вывели их вон то один из них сказал спасай душу свою не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сесть спасайся на гору чтобы тебе не погибнуть евангелие от иана 21 22 иисус говорит ему что тебе до того ты иди за мною книга притчи 29 глава 25 стихи стих боязнь пред людьми ставит сеть а надеющийся на господа будет безопасен притчи 13 20 желание исполнившееся приятно для души но не сносно для глупых уклоняться от зла каждое место указанное здесь шлифуйте до блеска ибо это меч господень изножен если вы призваны уже познали сладость молитвы и шествие за господом то для чего вам туда где воют волки ты уже овца а они хищники ты погибнешь непременно от них евангелие от матфея 1016 вот я посылаю вас как овец среди волков и как змеи и как голуби кого-то микрофон ребят шумит псалом 1.1 блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей 1.1.3 о том что мы видели и слышали возвещаем вам чтобы и вы имели общение с нами а наше общение с отцем и сыном его иисусом христом вопросы так что дальше прочтем еще одно утверждение такая категория людей сомневающихся они говорят жизнь христиан слишком скорбная и тяжелая что и можно ответить на это евангелие от мотфея 11 глава 30 стих ибо ибо мое благо и бремя мое легко притча 3 глава 17 стих пути ее пути приятные и все стези ее мирные поговорите на чистоту откровенно что дает безбожество им и что дает христианство вера в спасителя по любому пункту покажите что у них все грязь всюду неверность везде измена и корысть притчи 13 глава 15 стих учение мудрого источник жизни удаляющий от сетей смерти жизнь во христе уцеломудривает и взаимоотношения со всеми и ты не мусор в реке по течению сносимый но ты личность ты даже здесь в земле уже не похож на эту серую массу маркунтов безголовых руководителей 1 иоанна 5 3 ибо это есть любовь к богу чтобы мы соблюдали заповеди его и заповеди его не тяжкие псалом 15 глава 11 стих ты укажешь мне путь жизни полнота радости пред лицем твоим блаженство в деснице твоей вовек вопросы еще одна категория людей которые утверждают что мое сердце слишком жестоко урок языки 36 глава 26 по 27 стихи и дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотиное ложу внутрь вас дух мой и сделаю то что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять посмотрите как ведут себя захватчики какие они бешеные неукротимые но вот он попадает в плен и уже порошинки от прежнего нет куда все подевалось надо народиться свыше и тогда новое сердце новые взаимоотношения со всеми даст господь так что ты сам себя не узнаешь и будут спрашивать это тот самый или другой в англии то она 9.9 иные говорили это он а иные похож на него он же говорил это я прочитайте историю обращения савва в какого апостола он превратился и из льва стал ягненком книгодеяний 9 глава итак час прошел пожалуйста вопросы можно любые не обязательно по тематике на тихо микрофон включить я слушаю пожалуйста задавайте вопросы можно с места запасность я вытащил у меня вопрос Игнарь Тихонич как съездили к Владыке Сергею так вопрос в чем заключается как состоялась ваша поездка к Владыке да никак его нету он в разъезде я оставил приглашение батюшка прислал бланк от крестовозреженской общины а у меня принтер что-то забарахлил не мог короче так не спозобился я от руки написал приглашение где когда ну и принес сюда им там приняли а он до этого говорил с батюшкой да я ну дескать хорошо хорошо все но дальше мы еще не знаем значит в субботу еще можно узнать это как раз у них епархия сейчас на Ленинском где городская администрация была они вернули все-таки себе это здание большое там рядом церковная лавка рядом с улицы заходишь большая лавка там одна библия лежит 38 рублей 38 тысяч библия одна новая новое издание такое крупное инкрустированное ну хорошее но 38 я стал говорить а как ее кто купит купят я еще показал говорю смотрите вот на стенах висят иконы там Яна Кронштадтского Николая Гурьянова Яна Крестьянкина тут поэзия Майкова ну все 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 до одного с бородами все иконы до одного ни одного бритого нету а сейчас в церкви посмотрите что делается вы что путаете все вместе я говорю я как раз и не путаю что мир пусть занимается своим а церковь указала другой путь женщина тут с библией решили сфотографировать она продавщица без платка кое-как на ее платок согласилась надеть ну расхлябанность везде ужасная ну не положено так и сказать мы нарушаем это почему не крестят полное погружение то мокрой ладошкой то ну этого же не было нигде никогда старобрядцев за 300 лет ни одного так не крестили баптисты ни одного обязательно погружают правильно неправильно в воде погружают эти ничего не хотят делать попы это разбойники крещения то нет обманывает их надевают венцы нет не надевают над ними держат а какое венчание то если венок держат то а то все что бумажки денежные перед глазами помахать и не дать деньги тогда когда не в моем кармане ну и маленько там поговорил а простая библия с неканоническими книгами там можно купить она где-то там может рублей 700 не больше ну и где оба совопросники 21 века нет но никого нету кто-то за упокойным голоском там говорит марина подром микрофон слышно меня слышно говори если что я переведу вот вопрос у меня такой возник это от марка 16 глава 17 стих уверовавших же будут сопровождать все знамения имени мои будут изгонять весов будут говорить новыми языками что тут значит слово уверовавшие то есть касается ли это каждого уверовавшего или например мы считаемся уверовавшими тогда если мы не загоняем бесов и так далее так это что значит что мы не уверовавшие вот это слово можно разъяснить разъяснение блажен для духа а в совокупности и то и другое имеет значение и на примере показывает господа спросили господи а когда это будет и какой признак твоего пришествия это два вопроса они задали два вопроса в один и он отвечает один касается что вот так то будет Иерусалим это касалось первого 70 года и так же будет перед кончиной века то есть в ответе Христа два ответа за каждой строчкой и то первоначально в первом веке и в кончине мира так же будет при пришествии Христа судить мир здесь так уверовавшие то есть истинно поверили что Христос есть сила это второе лицо Святой Троицы еще попросите во имя мое вдвоем или трое будете молиться получите а каждому а как Бог даст а в каком плане а в духовном или телесном это вопрос а выпить и смертельно не повредит мы считаем в житиях ядом напоили допустим увезти на философ а он умер а он канонизирован и таких сколько было людей так что надо понимать самое главное для нас душа а если говорить чтобы в ересе утвердиться сатана может сделать что и по реке как посуху и реки пройдет но ты этому не верь и не думает если сон один и тот же повторился два раза то это уже все это от Бога но сатана может и три раза показать и больше так не надо что сказал Господь и значит это ко мне относится я должна а если нет значит у меня веры какой нету вы сами себя мучить будете нам чудеса не нужны говорит Златоус а Златоус смог это не знаем пил он смертельное не знаем но я знаю что он в это верил а пил ли смертельное Иоанн или Марк который написал нигде это неизвестно смертельное то есть дети в школе ходят считают про Ленина там про другое лишь бы не участвовали в разных валиологиях им это немало не повредит даже выпить смертельное а как спасать Змей пустил реку это мы считаем в откровении но земля отверзла уста свои поглотила эту реку а он вслед жены Христовой пустил как земляные люди которые живут земным то они это все раскупили эти фильмы это все что показывают а верующие на это не смотрят им это не надо земля и поглотила все а до наших семей это не дошло многие учат детей сегодня на дому по государственной программе дети сдают экзамены и получают дипломы так что надо на все смотреть шире я никакой никогда чудес никаких не творил нету ни одного голоса не слышал ни одного видения в жизни у меня не было а зато он говорит а я в этом не нуждаюсь потому что иудеи требуют чудес а елены ищут мудрости а мы вот на противовес этому проповедуем Христа распятого вот это я знаю я его проповедовал от Тихого до Атлантического океана а чудеса мне я все вижу чудо вокруг как земля пробуждается растения растут птички какие я занимаюсь голубями я везде вижу чудеса божие чудеса море чудес а какие мне стряски нужны никаких меня и так трясет хорошо на ухабах много врагов пришлось только в ютубе в этом да в ютубе мне заблокировать больше 7 тысяч врагов и они со всех сторон налегают чтобы погубить наш ресурс чтобы где было ютуба чтобы что-то со мной случилось а господь хранит хранит и все потому что сегодня говорили в нем все ее всемогущие руки довериться надо да если случится не без боли божие царя расстреляли и девочек расстреляли княжон великих и ну бог допустил они канонизированы а расстрельщики все погибли и ленина давно нету в аду сидит проклятый людоед это же правители гонят гитлер тоже гнал преследовал а где он где-то да где в аду сидит сатана в образе человека мы должны шире смотреть это временное все что мучает а там целая вечность как серафим царовский говорил вот эта комната вся наполнена червями не умирающими черни умирает эти черви все тебя будут грызть во всех направлениях и внутри и снаружи ну немного так лет сто но возлюбленные стоит это претерпеть ради будущих благ за это будет награда стоит вот так надо рассуждать ничего это не значит отняли детей семь сыновей было и всех казнили на глазах матери седьмая глава вторая книга Маковейская она говорит я всех их получу здоровыми она соломее знала это вот так благодарю аллилуйя Игнатий Тихонович вы говорите чудес не было а я вот помню как вы рассказывали что шли голодные с работы и вам там приготовлено было на снегу не было даже следов вам была кружка кипятка там или кусок хлеба это не чудо компот но самое главное как бы летом еще сказал бы соседка пришла а то зимой я целый день на работе город реконструировали и далеко за 5 километров может быть а я в это время прихожу сугроб сугроб возле дверей в сарай в сарае я зашел ключи брать и думаю сегодня есть мне нечего гляжу огромная кружка литровая стоит и накрытая большим куском хлеба я домой принес по сегодняшний день не знаю кто мог зайти никак нельзя было сугроб ни одного следа не было и все теплое это чудо конечно но я имею ввиду такое вот чудо как там огонь с неба или воскрес это чудо конечно припоминаю вы в очереди стояли на автобусе у вас трешка всего была вы бабушке отдали а у вас в кармане опять трешка вот как ты помнишь все это не на автобусе а в новосибирском вокзале бабушка одна подошла и плачет ехать не на что и мне надо ехать а у меня только 3 рубля и было я ей отдал из очереди вышел руку то в карман сунул такая же новая лежит у меня не было вообще не было денег она лежит новенькая в кармане конечно это бог это доверие богу у меня жизнь в таких случаях было ни одно ни два но я имею ввиду как там выпить надо отрава люди что называют чудесами а это все объясняют хотя объяснять тут никак нельзя как чудо ох ты молодец все запомнил слава христу за это главное верить верить вот этого метрополита ты была это тоже чудо божие ты приехала я тебе говорил не езди а ты такая приехала и мы пошли архиерея благословились во всех храмах чтобы могли снимать на видео и все он говорит снимайте и мы его снимаем он говорит а почему на два аппарата снимаете а мы ответили второй это фотоаппарат он ни разу не сказал не снимайте и он очень хорошо к нам относится особенно вот сейчас когда особенно ходили когда мы на опь крестный ход а обратно идут и он меня увидел а иду он середки а по краям священники он кистью машет и он меня увидел этот строй сломал наружу сюда из-за своих священников обнял меня и трижды поцеловал как на Пасху а улыбка а улыбка так что лица не сходит это не игра какая-то он действительно такой и есть так расположен слава Богу за все да но враги начали на него нападать какого-то тут еретика там раскольника псевдоправославного ну а он говорит стучат рогами говорит на него интересно и показал пальцами впереди вот так вот стучат говорит а я ему сказал чтобы заочно нас не разлучили я о нем молюсь каждый день это нам Бог дал счастье после того что было какое тут гонение не расположение предыдущего епископа а я из-за того молюсь он перед самым отъездом все-таки приехал потеряевку его патриарх заставил патриарх заставил приехать потеряевку так он прямо вот я хоть сегодня хоть на вертолете а отец таким сидели за столом говорит у нас садиться негде вертолету вот интересно как Бог все делает так конечно это чудо вот мы сегодня смотрели раз мир нас ненавидит в первую очередь это доказательство что мы не такие как они то есть это доказательство того что мы вышли из мира иначе мир бы нас не трогал он своих мир слушает как и есть меня бывшая такая приятельница айда в кафе поедем с девочками посидим потанцуем я говорю о нет меня уже это не интересует я никуда не выхожу так она мне давай сплетни рассказывать неприятные я говорю ой 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 не надо вот так вот так ну вопросы молодежь если никого нет у меня гость тут я отойду давайте беседуйте а я потом возьму этот ролик у вас я сейчас отключусь нет вопросов и помолимся Игнатий Тихонович помолимся вместе Сергей Павлович пусть занарядит царю небе ой опять я второй раз уже прости господи душу на грешу достойно есть я кого истину блажить тетя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без исклиния бога слово родшую сущую богородицу тебя величаем молитесь Игнатий Тихонович я всех попрошу помочь в молитве потому что враг сильно лютует очень сильно против наших ресурсов против книг а мы сегодня только направили человеку жимущему в Англии он заплатил я уже деньги получил ну два адреса на Латвию отправили то есть они лютует против книг против интернета против всего что люди у нас против общины против архиерея ну бог хранит по всему день просто возьмите себе это для памяти и помолитесь чтобы бог сохранил наши сокровища во всех направлениях и против деревни там они ну всякие приехать сжечь их надо ну то есть конца краю нет безумия отец наш небесный любящий создатель слава тебе благодарим тебя за эти дивные часы когда мы можем склоняться перед тобою и поучаствовать каким образом каким путем подойти тем кто не знает тебя господи усиль нашу веру умножь ее благослови нас и благослови приезд митрополита серги если это по воле твоей святой путешествующих болящих одиноких покинутых благослови мы на тебя уповаем христе боже ты единственная наша защита сокрой от неприятелей и в судный день не помяни их безумия прости им господи какой страшный жребий выпал их жизни воевать против истины против света против жизни не имени им этого греха пощади их владыка привлеки к себе откроем истину тебе божья хвала тебе слава тебе счастье и поклонение отец сын и святой дух аминь Борис Семенович мы ждем от вас